Привет! Опять Наталья Осьмак и урок финского языка. Сегодня я и скандинавская школа приглашаем вас поговорить о глагольном управлении и типах слов на УТ, УТ, НУТ, НЮТ. Поехали! Итак, сегодня наша тема глагольное управление и типы слов. Начнем с глагольного управления. Мы поговорим с вами о ситуации, когда глагол требует после себя второго глагола в инфинитиве, в третьем инфинитиве в форме man. Напомню, что это так называемая ирлативная форма третьего инфинитива. Что же это за глагол? Например, глагол яда, глагол второго типа, который переводится как оставаться. После него будет идти второй глагол, если мы ставим глагол как раз именно в этой форме. Посмотрим пример. Эйлин, Лаурея, Педро, Яйват, Ют, Талеман, Пихали. Вчера Лауре и Педро остались поболтать во дворе. Собственно, глагол поболтать у нас стоит в форме man. Кратко напомню, как она образуется. Мы берем основу глагола и добавляем к ней man. Если это у нас глагол первого типа, то у нас не будет прямого чередования, а если это глагол третьего, четвертого типа, то обратное чередование будет. Итак, глагол неувоа советовать. Также глагол после него будет идти в этой форме. Полиция посоветовала Лауре позвонить в страховую компанию. Аута, помогать. Можешь ли ты помочь мне нести эту большую коробку? Собственно, опять у нас глагол нести стоит в форме man. Опэта, преподавать или учить. Иса опэта, Лаура Аяман пёрала. Папа учит Лауру ездить на велосипеде. Опэта учиться. Я научился плавать, когда мне было шесть лет. И последний глагол. Пыта, кун Педро кирьёйта кирьетта суомэкси. Хэн пыта Ханна аутомаан. Когда Педро пишет письмо по-фински, он просит Ханну помочь. Эти глаголы нужно запомнить. А теперь перейдём к типам слов. И сегодня мы посмотрим следующий этаж в нашем домике, который мы заполняем типами слов на ут-ют, нут-нет. То есть это такие слова, как, например, лёхет и слова типа вэшенют. Что же нам нужно знать, чтобы образовать основу этих слов? Эта информация приведена у вас в пособии на 159-й странице. Итак, слова на ут-ют. В партитиве всё просто. Мы действуем по основному правилу образования партитива. Мы добавляем к слову, заканчивающемуся на согласный показатель та или та по правилу гармонии гласных. То есть лёхет, лёхетта. Для всех остальных падежей мы убираем т и и добавляем э. Лёхюэ. Лёхюэн в и-лативе. Лёхюэн. Лёхюэн. Лёхюэсса. Лёхюэста. Лёхюэлле. Лёхюэлла. Лёхюэлла. Лёхюэлта. Лёхюэт. Соответственно, другие слова на ут-ют это, например, кевют, охут, олут и многие другие. У меня короткие коричневые волосы, тёмные волосы. Далее тип слов на нут-ют. Очень похож, но немного по-другому образует основу. В партитиве история такая же. По общему правилу мы прибавляем к слову, заканчивающемуся на согласный. Показатель та-та. Ва-сю-ны-та. А вот для всех остальных падежей мы убираем ут-ют и добавляем две э. Ва-сю-не-ен в генитиве. И внимательно в и-лативе будет ва-сю-не-е-се-ен, поскольку у нас длинное слово состоит из большого количества слогов и, соответственно, заканчивается на две одинаковые гласные. Поэтому мы прибавляем с-е-ен. Ва-сю-не-есса, ва-сю-не-эста, ва-сю-не-элле, ва-сю-не-элла, ва-сю-не-элта и во множественном числе ва-сю-не-эт. И сюда будет относиться довольно много слов, собственно, причастий. Кадоннут, кулунут, кюлластунут, лукантунут, оннистунут, саастунут и так далее и тому подобное. На этом всё. Китоксия, сыну-ле. Я таватан к скандинавишеса колуса. Спасибо тебе и встретимся в скандинавской школе. Субтитры создавал DimaTorzok